Евреи борьбы Итак, мы продолжаем нашу серию передач Евреи борьбы Сейчас идет такой исторический момент Мы пока не доходим до борьбы советских евреев Просто вспоминаем основные исторические моменты Безусловно, история очень краткая Поэтому я не могу освещать все, что происходило с евреями В основном все это базируется на материалах, которые я нашел Потом на книгах моих друзей Юли Кашировского и Зеева Гейзеля Также много я подчеркнул из книг Иосифа Менделеевича Иосифа Бегуна, Владимира Слепака, Геннадия Костырченко Ну, вот Геннадий Костырченко это единственный человек, с кем я никогда не был знаком Но у него очень интересная книга о тайной войне Сталина О том, как он боролся с советскими евреями Ну, мы продолжаем тему У нас, мы остановились в прошлом году на периоде просвещения Значит, мы немножко прошлись по Европе Вот сейчас немножко коснемся России Основоположником Аскалы в России считается Ицхак Бер-Левензон Он предложил ряд преобразований в системе еврейского воспитания И призывавший к изучению европейских языков Ну, Европа всегда была культурным ориентиром для образованных людей Восточноевропейских евреев я здесь имею ввиду Он призывал к занятию физическим трудом, в особенности сельским хозяйством Уже в первой половине 19-го столетия в Варшаве, Умане, Одессе, Кишиневе, Риге Просветители основали школы В большинстве которых, правда, преподавание велось на немецком языке Просветители также стремились к распространению среди евреев русского языка и русской литературы Даже в 1863 году они создали соответствующее общество Реакция в России тоже не заставила себя долго ждать Уже к концу 60-х годов значительно возросло давление со стороны славянофилов Обвинявших просвещенцев в прозападных революционных взглядах и во вражде к России Ну, у России всегда это, что к ним плохо относятся И к православию в частности Как всегда, крупную лепту в антисемитское воспитание добавила православная церковь Под влиянием реакции энтузиазм просветителей Направленный на сближение с русским народом И его просвещенной частью стал ослабевать А национальная составляющая их деятельности увеличивается В 60-х годах начинается подъем еврейской национальной культуры И возрождение языка иврит Кстати, вот в России на идуше, на иврите создаются литературные произведения Выходят газеты, журналы Но наступает 1881 год Который стал действительно черным годом для евреев России 1 марта был убит царь Александр II И вот в группе террористов, подготовивших убийство Оказалась одна еврейка Геся Гельфман Играла она там второстепенную роль в деле Она содержала конспиративную квартиру для сожительницы одного из революционеров Революционеров, я прошу прощения Ну и тут, конечно, послышался обычный в эпоху смуты возглас Ищите еврея Какое-то зловещее брожение замечалось в низах русского народа А сверхов чьи-то невидимые руки толкали народную массу на большое преступление Это цитата из Дубнова Историка Дубнова Погромы почти одновременно вспыхнули во многих местах Юга России И везде совершались по одинаковому шаблону В смысле однообразия действий толпы и бездействия властей Министр внутренних дел Игнатьев Иопы и оберпрокурор Священного Синода Победоносцев Приложили немало усилий для направления народного гнева в сторону евреев С тем, чтобы погасить революционное брожение И объединить на почве общей ненависти и народ, и власть Погромы начались на христианскую Пасху в апреле 1881 года И продолжались с перерывами до 1884 года По черте оседлости прокатилась волна паники и ужаса Внутренние области Российской империи были по-прежнему закрыты для евреев Но царское правительство не возражало против их эмиграции на Запад То, чего не было в Советском Союзе, кстати Более того, своими действиями оно их к этому подталкивал И начался исход евреев из России Который, в принципе, продолжался где-то до Первой мировой войны Значит, за 30 с небольшим лет около 2 миллионов евреев переселились из России в Соединенные Штаты Америки Но некоторая часть осела в Палестине Также некоторые уехали в Испанию и другие страны Запада Этот исход разметал по миру многие еврейские семьи Но, вы знаете, их связь с Россией никогда не прекращалась Вот именно внуки и правнуки уехавших примут самое активное участие в борьбе за нашу свободу Это они в 60-е, 90-е годы 20-го столетия создадут мощные организации Которые будут сотрясать общественное мнение Запада бесконечными акциями протеста Они будут лоббировать в парламенты и правительства своих стран в нашу поддержку Они присылали нам книги, деньги, вещи, чтобы мы могли каким-либо образом выжить в отказе Это они непрерывным потоком приезжали в Советский Союз Через кордоны железного занавеса и на встречах с отказниками повторять как молитву Дорогие, ведь если бы наши родители тогда не уехали, мы бы оказались на вашем месте Я неоднократно участвовал в таких встречах Их как-то пронизывал какой-то особенный дух единения, общности, национальной судьбы И вот этот 1881 год, он стал шоком для российских просветителей Их надежды вдребезги разбилась о волну кровавых погромов и стену равнодушной русской интеллигенции Которая за редкими исключениями не только не выразила протеста против разворачивающейся трагедии Но и приложила к этому руку антисемитским подстрекательством И вот что интересно, вот поразительный факт, но является то, что в течение всех вот этих средних веков Более того, на протяжении почти двухтысячелетнего изгнания эти евреи твердо знали Настанет день, когда они снова соберутся на земле Израиля Таково было пророчество, и ни тысячелетия рассеяния, ни антисемитизм, ни инквизиция, ни эмансипация Не могли подорвать уверенности в обещании, записанном в Библии Таким образом, духовная связь с исторической родиной у евреев не прерывалась никогда Другое дело, практическое воплощение этого пророчества в жизнь В течение многих веков многие евреи полагали, что исполнение этого пророчества Это дело божественного провидения, а не людских рук Ситуация изменилась в 19 веке Частично под влиянием европейских национальных движений Частично в результате разочарования итогами либерализации общества Сопровождающейся зачастую ростом антисемитизма Появились первые группы, в основном это молодые евреи в России Призывавшие к возвращению в Израиль, к возвращению на родину И восстановлению там национальной жизни Причем немедленно и самостоятельно Исключительный вклад в этом направлении сделал доктор Теодор Герцель Журналист из Будапешта Первоначальный сторонник ассимиляции Он пересмотрел свои взгляды под воздействием процесса Дрейфуса И создал организованное международно-еврейское общественно-политическое движение Всемирную сионистскую организацию Со своим уставом, членскими взносами, съездами, банком Движение и его идеология получили название сионизм По названию одной из иерусалимских гор Сион Часто упоминавшемуся в Библии И считавшимся одним из имен Иерусалима Родился Теодор Герцель 2 мая 1860 года в Будапеште Он был воспитан в духе просвещения Стал доктором юридических наук Но посвятил себя литературной и публицистической деятельности В которой проявил блестящие способности В 1891 году он оказался в Париже В качестве корреспондента влиятельной либеральной австрийской газеты «Новая свободная пресса» И наблюдал там нарастание антисемитских настроений Апогеем которых стало дело Дрейфуса В 1894 году В одной из поздних речей он признал Сионистом сделал меня процесс Дрейфуса Смерть всем евреям за то, что в их рядах нашелся один изменник И где? В республиканской современной цивилизованной Франции Через сто лет после декларации прав В 1984 году Альфред Дрейфус, капитан генерального штаба французской армии Был обвинен в шпионаже и государственной измене В пользу Германии Он был судим закрытым скорым судом И приговорен к разжалованию и пожизненной ссылке Пикантность ситуации обострялась тем, что Дрейфус Еврей, чья семья бежала из Лотарингии После оккупации последней Германии во Францию Впоследствии выяснилось, что обвинение было основано на фальшивых документах Изготовленных сведомо министра обороны Фальсификаторы полагали, что общественное мнение Будет заострено более на еврействе Дрейфуса Чем на спорных доказательствах его вины Процесс привел к вспышке антисемитизма Но и к общественной кампании за пересмотр дела Инициатором которого был писатель Эмиль Золя В конце концов, после доказательств подложности документов Отставок министров самоубийства одного из фальсификаторов И признания действительного шпиона В 1906 году Дрейфус был оправдан На Герцля и других евреев, убежденных в том Что эмансипация решила еврейскую проблему Откровенно антисемитский характер дела А также реакции общества Произвел удручающее впечатление В феврале 1896 года он пишет брошюру Еврейское государство Опыт современного решения еврейского вопроса Сделанные им выводы были вкратце таковыми Эмансипация не решила еврейской проблемы Эмансипация не может решить еврейской проблемы Ибо не затрагивает корень проблемы Корень проблемы в отсутствии еврейской государственности Наиболее подходящее место для еврейского государства Это Эрец Исраэль, Палестина Так как только с ней связаны еврейские национальные сантименты И только она ассоциируется во всем мире с евреями как народом Еврейская государственность Прежде бывшая мечтой Стала достижима в современную эпоху Методы для достижения этой цели Должны быть современные Политические и дипломатические Собственно, именно вот этот последний пункт Является патентом Герцля Если предыдущие палестинофилы Государственники занимались Либо призывами и распространением сочинений Либо созданием небольших групп Пытавшихся возродить или усилить еврейскую жизнь В том или ином месте Эрец Исраэль Иначе говоря, действовали как мыслители Либо как социальный организатор Герцля действовал как современный европейский политик Он создал организованное международное еврейское Общественно-политическое движение Всемирную сионистскую организацию Движение и его диалоги получило Я уже говорил название сионизм Первый сионистский конгресс прошел в Базеле В Швейцарии в 1897 году Он, Герцль, в Базель Приглашает 197 активистов сионистского движения Со всего мира На конгрессе закладывается Организационная основа движения Создается всемирная сионистская организация Принимается ее устав Избирается ее выборные органы Президент Герцль На конгрессе принимается решение Относительно создания в дальнейшем Дополнительных органов Национального фонда для финансирования Проектов сионистской организации Фонда для приобретения земель в Палестине Который был основан в 1901 году Я рассказывал как-то об этом фонде Но обязательно еще немножко расскажу о нем Создание национального банка Конгресс становится высшим органом власти Сионистского движения И Герцль старается придать ему Внешние атрибуты парламента Своей должности президента конгресса Облик главы государства После окончания этого первого сионистского съезда Герцль сказал В Базеле я заложил основы еврейского государства Через 50 лет это признают все Следует отметить, что ровно через 50 лет Генеральная ассаблея ООН Признает государство Израиль Но об этом мы будем говорить позже А пока что движение в относительно короткий По историческим масштабам срок Стало известно во всем мире Многие еврейские интеллектуалы Расценили его как затею нереальную К тому же опасную Некоторые раввины расценили Призыв возвращения на святую землю Без знака свыше Как к ощутственную На другом полисе Идейные ассимиляторы И набиравшие силу американские реформисты Встретили сионизм В штыки как потакание еврейской обособленности Однако среди еврейских масс Восточной Европы Отношение к герцлю граничило С религиозным обожанием Несмотря на атеизм пророка И привело к новому всплеску Репатриации евреев в землю Израиля Продолжавшуюся именоваться на картах И в прессе Палестина И возрождению еврейской жизни в ней Герцель уделял очень много времени И сил переговорам с политическими деятелями И главами государств Пытаясь добиться политических прав На территорию Палестины В то время турецкой провинции Он не придавал особого значения Созданию в Палестине Небольшого количества Сельскохозяйственных поселений С осуществляющимися сторонниками Практического сионизма Считая, что только после получения Политических прав на территорию Можно приступить к ее массовому заселению Приоритеты Герцля Доминировали в сионистском движении Где-то до 1907 года Практический сионизм Возник задолго до пробуждения Герцля И опирался на российские и еврейские организации При финансовой и организационной поддержке Барона Ротшильда Палестинофильские общества Предвестники сионистского движения Возникли во многих городах России В начале 80-х годов В конце 1884 года состоялся их съезд На котором признанным руководителем Стал Лев Пинскер Автор автоэмансипации Которую он написал в 1882 году Первая волна Алии Верес-Исраэль В 1881-1903 года Был тоненьким ручейком По сравнению с массовой эмиграцией Российских евреев Соединенные Штаты Америки И другие страны И тем не менее За это время в Эрес-Исраэль Переселилось 25 тысяч человек Что по сравнению С тогдашним еврейским населением На этой территории 28 тысяч было совсем немало Новая эмиграция в корне Отличалась от прежнего еврейского населения Которое жило В основном в четырех Святых городах Иерусалиме Цпатях, Хевроне и Явне Творившие молитву на святой земле И жившие на пожертвования Новые репатрианты Члены движения Ховэвэй Цион Мечтали о создании Сельскохозяйственных поселений О еврейском производительном труде И о заработке своими руками Во второй алие 1904 год 1914 год Большинство составляли уже молодые люди Которые взбунтовались Против беспросветной доли В еврейском гетто И отправившиеся в страну предков Чтобы построить там Общество справедливости Равенства и братства Поэтому в Израиле вот так сильны До сих пор вот эти Социалистические идеи Вторая алия произвела с собой Развитое политическое сознание И опыт политической борьбы Это ее члены В 1905 году создали Первые политические партии Апоэль Ацаир То есть молодой рабочий Ипоалей Цион Рабочие Сиона Сыгравшие большую роль В заселении земли Израиля К 1914 году Функционировали уже 47 Сельскохозяйственных поселений Значительное развитие Получили также Поселения городского типа Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа Накануне Первой мировой войны Еврейское население Эрец-Исраэль Уже составляло 85 тысяч человек Последний перед войной Всемирный Сианинский конгресс Состоялся в Вене В августе 1913 года Конгресс уделил Много внимания вопросу О национальном воспитании Утверждения еврита В школе и литературе Созданию в Иерусалиме Национального университета Но через год Вспыхнула Первая мировая война В результате которой Палестину Захватила Англия И вот здесь Перед сионистским движением Открылась перспектива Автономной еврейской Палестины Ведь когда Англия стала владеть Получила мандат на Палестину То тут и Ну мы в следующей передаче Уже будем говорить О том что там происходило В меморандуме Бельфора И тут у евреев возникло Возник большой энтузиазм Что именно в это время Им удастся создать Еврейское государство Но естественно Англичане в принципе В тот момент еще неплохо Относились К еврейскому населению Даже к переселению евреев В Эрец Исраэль Но тут Сразу у них возникли Куча проблем с арабами И они не хотели Как-то Вбивать клин Между Между ними и арабским населением И надежды Еврейского Население Эрец Исраэля На то что возникнет Государство Израиль Как-то Достаточно быстро Потухнет Но тем не менее Это уже было Начало И вот эти вот Три волны Переселения Евреев В Эрец Исраэль Добрый день Здравствуйте Здравствуйте Я не знаю Я могу Ошибаться Во времени Но Я знаю точно Что это было Или 37 Или 38 Год Когда Гитлер Предложил Дать Корабли И Перевезти Всех евреев Из Европы В Палестину И По каким-то причинам Евреи отказались От этого Ну по каким причинам Да Вообще Это было Это абсолютно Правильное Замечание Это даже В 33 Году Когда он Пришел К власти Он сразу Решил Выселить Евреев Из Германии У него же Не было Этой идеи Физического Уничтожения Евреев Он хотел Освободить Германию От евреев Но мы Об этом Будем Обязательно Говорить Он послал Своего Представителя Вот сейчас Я конечно Не могу Вспомнить Фамилию Этого Человека Но К тому времени Когда мы Подойдем К 33 Году Я обязательно Найду Который Поехал В Эрец Израэль Который В принципе Вел Переговоры С сионистским Движением Но Евреи Германии Вы понимаете Это как евреи Соединенных Штатов Америки Которые Сегодня Голосуют За Обаму За демократов За вот этих Четырех Женщин Бандиток Они же Не понимают Чем это Все может Закончиться Понимаете Евреи Германии Точно так же Они Не верили Что их Уничтожат Естественно Никто Особенно Из Высокопоставленных Лиц Кто в Германии Добился Широкого Высокого Положения Они даже Думать Не хотели Уезжать Из Германии Ну Окей Об этом Мы еще Будем Говорить Спасибо За ваш Звонок И до Встречи На Следующей Неделе Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok